всем привет на примере данной точки доступа циска рассмотрим ситуацию когда после подачи на нее питание спустя некоторое время индикатор горит красным цветом в целом это может быть вызвано рядом причин чтобы выяснить с какой именно воспользуюсь консольным кабелем установив его в соответствующий разъем на циске а противоположный в ком порт системного блока затем на компьютере запускаю ранее установленную программу пути где выбираю тип соединения серия при этом скорость оставляю как есть после чего нажимаю на клавишу соединения подав питание на точку доступа происходит загрузка системы что занимает некоторое время в моем случае она заканчивается ошибкой вследствие отсутствия возможности произвести дальнейшую загрузку поэтому попробую перепрошить циску для этого инициализирую внутреннюю память воспользовавшись приведенной командой далее введя формат пробел флеш двоеточие и нажав enter произвожу очистку памяти теперь перезапускаю систему с помощью команды reset дождавшись запуска приводится подсказка пошаговых действий для выполнения прошивки теперь устанавливаю один конец лан кабеля в системный блок а противоположный в циску на компьютере в свойствах сетевого подключения а именно протоколе TCP IP версии 4 требуется ввести адрес здесь я немного ранее его указал маску под сети можно оставить по умолчанию а в качестве шлюза прописать данные также стоит обратить внимание на бренд мауэр в системе в данном случае в windows 7 в панели управления открываю пункт системы и безопасность и кликаю по данному значку здесь он выключен но если у вас иначе то на время прошивки рекомендую его деактивировать во избежание ряда ограничений теперь в окне программы пути воспользовавшись первой командой устанавливаю ip адрес точки доступа 10.0.0.1 с помощью второй команды в качестве маршрутизатора пропишу адрес компьютера с которым установлено соединение по сетевому кабелю ведя 3 указывают данную маску под сети конечно лучше ввести такую же как и на компьютере далее инициализирует ftp после чего в операционной системе запускаю ранее проинсталированную программу tftpd здесь по умолчанию указан путь куда следует разместить прошивку так как у меня она уже там располагается кликнув по данной клавиши можем видеть соответствующие файлы из них воспользуюсь данным скопировав его название замечу что ip адрес в программе отображается тот что введен в настройках сетевого подключения перехожу в окно программы пути и прописываю команду для загрузки во флеш память циски соответствующую прошивку нажав клавишу enter идет собственно процесс который занимает около 2-4 минут по завершении набираю dirp пробел flash двоеточие и посмотрим содержимое внутренней памяти здесь присутствует каталог с только что перенесенной прошивкой теперь перейду в него написав соответствующую команду из многообразия отображаемых файлов следует указать путь к данному для загрузки точки доступа соответственно написав следующее далее остается выполнить запуск набрав бут по завершении загрузки точку доступа следует проверить подключив ее к источнику интернета например роутер для этого установив путь из генерированной по dhcp ip адрес циски либо прописав его тут вручную на компьютере находящемся в этой же локальной сети запускаю браузер и в адресной строке прописывая пишник точки доступа в окне авторизации заглавной буквы ввожу логин циска и такой же пароль для проверки исправного состояния остается настроить раздачу интернета о том как это сделать можно посмотреть перейдя по ссылке в описании теперь на смартфоне включая вайфай и подключившись к точке доступа запустив представленные приложения можно видеть что интернет есть на этом у меня все желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети и